Ну что, красавица, пришла покувыркаться здесь, да? Гладильная доска, на то она и гладильная, чтобы тебя здесь погладить, да, пусечка? Ты моя сладкая! Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И в сегодняшнем ролике всего понемногу. Вчера совершенно забыла вам сказать одну важную вещь. Когда я показывала вот этот узор к моему кардигану без пуговиц или жакету, я забыла сказать, что этот узор я вязала на спице 3,25, в то время как спинку я вязала на спицах 3,5. Имейте это в виду. А значит, пробовала я на спицах 3,5. Ну, что такое? Мне этот вариант не понравился. А вот на 3,25, казалось бы, всего чуть-чуть разница в миллиметрах в спице, да, и получается совершенно другой результат. Посмотрите, как красиво смотрится узор, когда он уже, ну, так скажем, прилично отвязан. Да, у меня здесь уже связано где-то две трети полочки. В общем, сейчас вот подниму, посмотрите, как это смотрится красиво на свет. С другой стороны тоже достаточно прилично, то есть полочка будет, ну, не спадать вот так вот вниз. И, конечно же, важна изнаночная сторона узора. Вот, посмотрите, как выглядит изнанка. Очень нежное, очень красивое полотно получается. И я рада, что я выбрала именно этот узор для вязания полочки. Значит, пряжа здесь сетал 25 грамм, в них 150 метров в 25 граммах. Напомню, что спонсором был магазин Бобин. Не забывайте, что есть 10% скидка для вас с промокодом Сидникова. Вот об этом я хотела рассказать в этом, в начале этого ролика. То, что забыла сказать вам вчера. Вот такой красивый узор елочки или зигзаг. Я что-то подсела на зигзаг. Недавно было платье зигзаг, но крючком. И вот теперь вот такой вот зигзаг или елочка в этом узоре. Мастер-класс. Вчера я вам показала очень подробно, попетельно, как вяжется такой красивый узор. А в сегодняшнем ролике я, в принципе, снимаю этот ролик. И для себя, чтобы не забыть, вчера я увидела очень интересный наборный, эластичный наборный край. Именно крючком. Я знаю, что сейчас лето, многие вяжут крючком. И, возможно, для вас эта информация будет очень полезной. Поэтому сейчас я покажу вам этот наборный край, эластичный наборный край, именно крючком. Итак, друзья, давайте научимся вязать этот очень эластичный наборный край крючком. Оставляем немножко ниточки, чтобы потом ее присоединить и заправить. Если мы будем вязать в круговую, да и не только. В общем, ниточку оставляем. Делаем первую воздушную петлю. Еще одну воздушную петлю. Входим в нашу первую петлю. Подхватываем ниточку. Вытаскиваем. И провязываем как патентный столбик. То есть провязали эту воздушную петлю, а потом две петли на крючке. Все. Повторяем наши движения. Вошли в нашу эту патентную петлю. Провязываем ее. А теперь две петли на крючке. И у нас получается очень эластичная такая змейка. Провязали. Сначала провязываем ее, а потом две петли на крючке. Не торопимся, не забываем, что сначала нужно провязать эту петлю, а потом петлю на крючке. Очень интересный наборный край. Особенно подходит для моделей, когда вы вяжете сверху, и это ваша горловина. Она никуда не стягивается. То есть и петли очень легко считать, и край никуда не тянется. Видите, какая прелесть. Сначала ее, потом две петли. Класс. Потому что я знаю, особенно у начинающих, возникает проблема вот именно с первым рядом. Еще нет навыков, да, не затягивать петли. Да, даже у опытных вязальщиц. Это как бы первый ряд, он самый трудный. Мы знаем об этом. Но только не с этим наборным рядом. Во-первых, очень красиво получается. Она, вот этот наборный край, уже как декоративная ленточка получается. Я даже думаю, что, ну вот как я вам показывала гибкий шнур, как я вяжу, да, вот это вот тоже очень интересное вязание шнуров. То есть можно использовать вот эту ленточку, как шнур. Очень часто нам нужны шнурки в каких-нибудь моделях, кулиски. Вот это самое оно. Видите, какая красота получается. Прелесть прелестная. То есть давайте еще раз входим. То есть мы начали с двух воздушек и дальше поехали. В эту нашу петлю провязываем как патентную. И две петли на крючке. Ну, думаю, что это понятно. Посмотрите, какая красота. Красота красивая. Прям вот ложится этот шнур, как будто в горловину. Смотрите, как красиво. Теперь, чтобы соединиться нам, мы не переворачиваем, никуда не деваем это полотно наше, этот шнурочек. Просто вот так вот его складываем и присоединяемся вот в эти петли. Смотрите, а вот этот кусочек пряжи мы потом заправим его вот сюда. Вот так присоединим. И у нас получится все красиво. То есть мы с вами провязали как бы сразу два ряда. Одним рядом мы провязали два ряда. Видите, какая красота. Теперь смотрите, чтобы соединить в круг, все очень просто. Либо можно за две петли вот так вот присоединиться и дальше вязать. Ну, допустим, здесь петля подъема, столбики без накида. Если вы вяжете столбики с накидом, значит, там две воздушные петли подъема и дальше пойдут у вас столбики. Можно, если это горловина, немножко расширить полотно. То есть провязать, допустим, там через два, через три столбика в один столбик, два столбика, вот как я сейчас делала. Видите? Чтобы горловина красиво лежала. То есть три столбика провязываем просто столбики без накида. А в четвертый два столбика без накида. Ну, это если вы вяжете, конечно же, столбиками без накида. Можно также, повторюсь, сделать и столбики с накидом, и с двумя накидами. То есть, смотря что и как вы вяжете. Если это прямое полотно, то, конечно же, мы не делаем вот этих увеличений. Смотрите, как красиво лежит. Ну, что я вам еще хотела сказать. Вот я сейчас провязала под две полупетли. Можно провязать под одну полупетлю. И тогда у вас сверху, вот здесь, появится очень красивая косичка. Так что имейте это в виду. Также расширение можно сделать. Сейчас я ниточку отмотаю. Видите, за одну полупетельку я хватаюсь и провязываю. Можно за две полупетли. Как я вязала в начале круга нашего. Давайте сюда две сделаем. Честно говоря, мне вот когда вяжу за одну полупетлю, мне нравится больше, потому что там вырисовывается очень красивая косичка. Сейчас я вам ее покажу. Вот видите, вот она идет. А здесь этой косички нет, потому что мы вязали за две полупетли. Вот так вот нам гораздо красивее. Красота. Ну, а здесь, я думаю, вам понятно. В иголочку вденете эту ниточку. И вот так вот ее спрячете, замкнете наш круг. Вот такой вот интересный наборный ряд. Давайте еще свяжем один очень красивый наборный ряд столбиками с накидом. Оставляем опять же немножко пряжи для того, чтобы заправить нашу ниточку. Делаем три воздушных петли. Вот эту первую петлю мы не затягиваем. Раз, два. Накид на крючок в нашу вот эту первую петельку провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Раз, два. Накид на крючок между вот этими теперь образовавшимися столбиками, то есть там воздушка и столбик, провязываем опять столбик с одним накидом. Раз, два. Накид. И между столбиками столбик с одним накидом. Еще раз, два. И столбик с одним накидом. Посмотрите, какая красота получается. Раз, два. И столбик с одним накидом. Раз, два. Накид. С одним накидом. Раз, два. Можно, кстати, попробовать патентный столбик провязать с накидом. То есть сначала провязать петлю, а потом накид. Сейчас попробую. Идея пришла прям только что. Патентный. Вот так. Раз, два. Накид. Между столбиками. Сначала столбик. Сначала петлю, а потом накид. Будет вот такая конструкция. Но, честно говоря, мне понравилось больше просто столбиком с одним накидом. Раз, два. Накид. Между столбиками с одним накидом. Вот такой вот тоже красивый наборный край. И опять же, может пригодиться, как декоративный шнурочек. Кстати, можно использовать в аппликации. Очень эластичный, хорошо заворачивается. Где-то пришивать. В общем, делать какие-то узоры на ткани, допустим. Делать аппликацию. Вот этим шнурком. В общем, все зависит от вашей фантазии. Два наборных края я вам показала. Давайте попробуем теперь провязать полотно. То есть мы под накид провязываем столбик с накидом, допустим. Или два столбика с накидом под одну вот эту вот нашу конструкцию. Да, наверное, если такой край, то тогда по два столбика нужно провязывать. Я здесь не стала в круг. Допустим, нам нужно прямое вязание, да? Чтобы не мучиться нам с воздушным набором, с обычным воздушным набором петель. Оказывается, существуют разные методы набора. Не только в спицах, но и в крючке. Смотрите, какая прелесть. На ходу рождаются идеи. Но это же вообще не сравнить с наборным краем, если просто воздушные петли. Посмотрите, какая красота. И считать удобно, и полотно смотрится гораздо красивее. Ничего не стягивает. Ну вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Подписывайтесь на канале. Много интересного. Будем общаться, будем дружить, будем творить вместе чудеса. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.